Здравствуйте, братья и сестры! Мы сегодня опять поговорим об этой святой книге, о книге Иова. И вот когда Иов закончил свою оправдательную речь, тогда возник книг-то четвёртый. Какой-то Илиуй воспылал гнев его, сын Варахиилов, вузитянин из племени Рамова, воспылал его гнев на Иова, и он начал говорить. До сих пор шла речь только о трёх персонажах, которые были возле Иова, три друга и сам Иов, четыре человека, больше никого. И вдруг, когда, значит, уже эти выговорились и замолкли, Иов произнёс оправдательную речь и тоже замолк, поднимается некто четвёртый, пятый, вернее, некий Илиуй, и с гневом говорит, значит, друзьям, говорит, «Я гневен на вас за то, что вы ему неправильно отвечали, я гневен на него за то, что он себя оправдывал, а Бога обвинял». Кто он такой, откуда взялся, ничего не понятно. Этот Илиуй, три главы целые посвящено его речи, говорит, я буду и вас обвинять, и его буду обвинять. И он примерно повторяет всё, что говорили три друга перед этим. То есть он оправдывает Господа, говорит, что Господь не человек, и ты не можешь с ним судиться. Он не обязан тебе отчитываться в делах своих. То, что он хочет, он и делает, а ты кто такой? Если ты праведник, то ты праведностью своей ему ничего не добавишь. Если ты грешник, ты грехами своими грехами его не осквернишь. Он велик, ты ничтожен, делай правду для себя, то есть себя спасай правдой своей. Убегай от грехов, чтобы не погибнуть, но не говори на Бога неправды. То есть он так гневно Иова в очередной раз закрывает рот. Некоторые толкователи считают, что это как бы такой мосточек между тремя друзьями, которые обвиняли Иова, и уже речью самого Бога, потому что там потом Бог вступает уже в последних главах и разговаривает с Иовом. А некоторые считают, что это все лишь повторение ранее сказанных обличительных, гневных, ненужных, лишних слов, которые сказали три друга на страдающего праведника. Так или иначе, этот Илиуй гневно произносит свои три главы длинной тирады и опять-таки куда-то исчезает. Кто такой, откуда, непонятно. Как Милхиседек, царь Салима, который кто был, кем был, непонятно, пришел, благословил Авраама и исчез. И потом, что-то апостол Павел в послании к евреям называет Милхиседека образом сына Божия, который пребывает вовек без отца и матери, не имея начала дней, пребывает священником вовеки. Так это таинственная фигура такая. В Писании многое есть такого, что выше всякого ума вот читаешь и удивляешься. Итак, Илиуй еще раз вылил на Иова целый ушат гневных обличений, а потом, наконец-таки, Иов получает то, что просил. Что просил Иов? Он просил, чтобы Бог вступился за него, как бы сказать, и вышел с ним на суд, явился ему и начал с ним разговаривать. То есть он говорил, что я-то здесь, а ты там. Я маленький, ты большой, и ты меня бьешь, и ты меня мучаешь. Теперь вот явись и будем с тобой спорить. И вдруг, наконец-таки, просимое Иов получает. Господь отвечает Иову из бури и говорит, кто сей омрачающий проведение словами бессмысла? Припаяшь чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. И дальше Господь говорит с Иовом. Говорит тоже довольно долго. Иов в ужасе. Он больше не хочет ничего спрашивать у Бога. Он забыл про то, что ему было плохо, что он был болен. Он забыл скорбь души своей, потому что он потерял детей и имущество. Он все забыл, он в страхе. Иов боится, а Бог с ним разговаривает. Интересно здесь то, братья и сестры, что Господь Бог не снимает нравственные проблемы. То есть, когда Господь начинает с Иовом говорить, Он говорит ему примерно так. «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто затворил море воротами, когда оно исторгло, вышло как бы из чрева? Давал ли ты когда-нибудь в жизни свои приказания утру и указывал ли заре ее место? Где путь к жилищу света? То есть, он спрашивает Иова о том, что в мире творится. То есть, говорит, я творец мира. Ты кто? Ты вообще хоть чем-нибудь в этой жизни командуешь? Хоть чем-то ты управляешь? Росою полевою, или дождями, или бурями, или снегом, или огнем, или молнией? Тебя слушаются дикие ослы или львы в логовых своих, пчела маленькая или большой бегемот, который трепещет все живое. Чем ты вообще в этой жизни? Кто ты такой? Что ты здесь понимаешь? Умножаешь слова. То есть, ответ своеобразный. Потому что вопросы Иова были нравственные. Он спрашивал по-человечески, почему несправедливые люди, нечестивцы, богатеют и благоденствуют, а почему праведных страдают? Почему я не грешил и вот так жестоко терплю? То есть, у него были вопросы другие. Бог ему на них не отвечает. Господь вообще не обязан, на самом деле, отвечать человеку на то, что человек спрашивает. Бог всего-навсего ставит Иова на место. И он показывает ему свои чудные дела, проявляет Иову свою великую славу, свою премудрость, напоминает Иову, что он никто вообще, что он пылинка, вчера бывшая, завтра имеющая исчезнуть. И этим исторгает из его души смирение и раскаяние. И вроде бы все. На самом деле там не все. Иов, повторяю, в страхе говорит, я ничтожен, что буду отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду. Но Господь не перестает. Он дальше говорит, припаяшь, как муж, сресла свои и отвечай мне. И называет разных животных, там, Левиафана, значит, он называет, там, или Бегемота, который, там, ты приручил Бегемота, ты поймал, там, значит, крокодила, там, на удочку. Ты кто такой вообще-то? И Иов уже говорит, все, я все, 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 все. Однако Господь дальше смиряет его. Так это удивительно, братья и сестры, потому что никогда мы не получаем то, чего хотим, получаем то, что надо. То есть совершенно происходят вещи, не вписывающие в наше сознание. И скорби забылись. То есть больший страх и большая боль изгнали меньшую боль. Оказывается, страх от встречи лицом к лицу с Творцом мира, он стирает из души все остальные страхи. Человек забывает вообще, чего он боялся, и что у него болело, и что ему было неприятным еще буквально секунду назад. И так Господь является и смиряет Иова. И что дальше? Иов отказывается говорить, с ним больше, как бы, значит, спорить, спрашивать. И говорит, раньше я слышал о тебе слухом ухо, а теперь я вижу тебя, глаза мои видят тебя, и я раскаиваюсь в прахе. Все. А дальше происходит еще более интересное. То есть, с одной стороны, Иов наполнил воздух гневными словами. С другой стороны, он страдал, как бы, значит, он правильно поступал. То есть, он невиновно жил, Бог мог им хвалиться. Господь бросил его в кипящий котел жестоких искушений. Иов прославил Бога. Потому что Иов Бога не похулил. Дьявол был посрамлен. По сути, Иов победил. Бог победил. И так все так странно получилось. Но, в конце концов, Господь Бог гневается на тех трех друзей, которые защищали Бога и были, как бы, адвокатами Господа перед скорбящим Иовом. И говорит им, говорит старшему из них Елефазу. Гнев мой горит на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. То есть, вообще непонятно ничего. С одной стороны, они-то уж так говорили радикально чистые вещи. То есть, кристально чистые. И то, что Господь незрим и высок, и велик, и праведен. И то, что жилище нечестиво, как домик паука. Пройдешь, посвищешь, и нет его. И то, что праведник пускай глубокие корни. И то, что приди к нему, и он придет к тебе. И отверзай руку твою. Ну, короче, они говорили самые кристально чистые вещи из области морального богословия. Однако же гнев Божий горит на них. Говорит, вы неправильно говорили обо мне. А Иов говорил правильно. Я так думаю, что, видно, здесь Господь уже не слова слушал, а на сердца смотрел. Скорбящее сердце Иова было чище, чем эти гордые сердца людей, говорящих правильные слова. И поэтому он говорит им. «Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов пусть помолится за вас. Ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Книга заканчивается тем, что Господь Бог вернул Иову благоденствие и здоровье. И последние дни вы были богач, нежели прежние. И было у него 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, тысяча порвалов и тысяча ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И тоже мы думаем так, но надо же было так жестоко испытать человека, через такую мясорубку пропустить его, чтобы потом измерить его благоденствие тысячами верблюдов и различными ослицами и скотом. А дети-то погибли, родились новые. А можно ли забыть старых, получив новых? Может быть, нет. Но, скорее всего, да. И вообще ничего не понятно. Но Иов живет в древние времена, в те времена, когда небо еще закрыто для человека. Есть только земля, и все решается на земле. И верующие люди тогдашние обо всем мыслили только в земных категориях. Поэтому награждается он по-земному. То есть хочешь по-земному жить, иначе жить-то не умеешь. То есть в небесной жизни не было еще ни у кого. Поэтому живи по-земному и получай земные награждения. И общее чувство, братья и сестры, от этой книги – это чувство некой смиренной раздавленности. То есть непонятно на самом деле, братья и сестры, ничего. Что где происходит? Что с кем и почему? Не нашего это, оказывается, ума дело. Точную истинную причину, диагноз, ситуацию, назвать мы вряд ли можем. Нужен страх Божий человеку, нужно доверие к тому, что Бог творит. Вот что несомненно, это то, что Бог есть, что Он премудр, благ, чуден, красив, вечен, непостижим, и что Он правит миром. Собственно, этим Он и смиряет Иова. Молчи, человек, и не омрачай проведение словами бессмыслов. Я – хозяин мира, а ты включен в мои планы. Молодец, что сделал все правильно. И благословляет его за это. В общем, страху наберешься, пока книгу эту прочтешь, неописуемого. Я думаю, что этим, собственно, она и полезна. Я надеюсь, что за те дни, когда мы читали ее, вы временами открывали ее и днем или вечером перед сном до нашей беседы, или во время ее, или после, почитывали немножко ее. Подружитесь с этой книгой, братья и сестры, она нам всем с вами пригодится, потому что без скорбей никто на этой земле не жил и жить не будет. А в скорбях нам нужно мужество, благодушие, несокрушимая вера, которые таки были у человека, имя которому Иов. Доброй ночи.